Снова автобусная станция из одного культурного центра под названием Кашан я отправляюсь в другой под названием Исфахан. Я путешествую исключительно на автобусах по двум причинам. Первое это то, что стоит невыносимая жара в плюс 45 градусов и автостоп в таких условиях может привести к солнечному удару. И второе то, что билеты на автобус крайне дешевые и особой экономии здесь не получится. Зато получится с комфортом и кондиционером доехать до нужного места назначения. По старой доброй традиции пока автобус находится в пути расскажу о городе, в который я направляюсь. Исфахан третий по величине город Ирана живописно расположенный на фоне горного массива Заграз в долине реки Зайанде. В Исфахане имеются выдающиеся образцы исламской архитектуры периода с 11 по 19 века, а сам город является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассвет Исфахана наступил в 16 веке, когда Шах Аббас, объединивший Персию, сделал город новой столицей династии Сефевидов. При его правлении начался Золотой век Исфахана. Город стали называть Несфе-Дшахан или половина мира, что объяснялось благосостоянием города, выгодным географическим положением, непроизойденной архитектурой и религиозными традициями. Меж тем за окном мелькали иранские пейзажи, завораживающие глаз. Если мысленно убрать полотно дороги с проезжающими по ней автомобилями, можно запросто представить себя оказавшимся на Марсе, среди его безжизненных песчаных гор и пустынь. Меж тем природа Ирана удивительно разнообразна. Наряду с величественными горами и безжизненными пустынями встречаются дубовые леса, пресные и соленые озера, а также горные реки и водопады, зажатые в горных ущельях. Почти в любой части страны, стоит лишь отъехать от больших мегаполисов и конгломераций до отойти от трассы на 200-300 метров, можно оказаться в необыкновенном по красоте уголке природы, где ничего не напоминает о существовании человека. Ну что ж, вот я и прибыл в Басфахан и направляюсь на поиски метро, чтобы отправиться в центр города. Долго искать метро мне не пришлось, так как вход на станцию располагался рядом с автобусным терминалом. Но перед этим, по просьбе водителей, проезжающих мимо автобусов, я провел несколько фото и видео сессий. Очень уж любят иранцы попадать в объектив видеокамеры. Перед самым входом в метро мне попался старенький грузовичок Мерседес, который в большом количестве встречался мне только на дорогах Ирана. И я с удовольствием запечатлел для себя его самобытный дизайн. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добрался до станции Сиа-Сипол. Это, как мне подсказали местные жители, центр города или очень близко к нему. И снова в метро подошел товарищ и сказал, что камеру надо убрать и снимать нельзя. Это иран, детка. Около станции Сиа-Сипол располагается одноименный мост, который является открыточным символом города Исфахана. Мост Сиа-Сиполь, построенный в 1602 году, является самым известным из трех знаменитых мостов персидского города Исфахан. Название моста обусловлено его конструкцией и переводится как мост 33 арок. Древний мост Сиа-Сиполь также известен как мост Алаверды-Хана, названный так в честь руководящего его строительством Шахского визиря и военно-начальника грузинского происхождения Алаверды-Хана Унделадзе. Этот исторический мост является самым длинным из всех мостов такого рода. Его длина составляет 298 метров. Согласно легенде, число арок связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Таким образом, Унделадзе хотел увековечить труд грузинского народа, переселенного туда против их воли, Шаха Мабаса. Мост, судя по всему, является местом притяжения местных жителей. Они сидят в тени его арок и купаются в реке, которая протекает под ним. Под стенами моста, прилегающей к нему сквери, иранцы устраивают пикники всей семьей, где готовят мясо и курят кальян. У детворы моя персона вызвала неподдельный интерес. Однако в этот раз угощение в виде шашлыка мне не перепало. Но я не в обиде. Не каждый же день коту Масленица. Вечером того же дня я отправился на прогулку по центральной улице, ведущей к мосту Сиаси-Поль, чтобы запечатлеть его в нарядном ночном освещении. Относительно пустынная днем улица наполнились людьми, заработали кафе и рестораны, а также уличные торговцы. Весьма колоритно выглядели продавцы кофе, оборудовавшие под кофейни старенькие, но очень стильные микроавтобусы. Продолжение следует... Продолжение следует... Утром следующего дня я отправился на осмотр дворца персидского шаха Аббаса, Чехель-Сатун, а по пути решил заглянуть в красивый дворец Хашт-Бехешт. Название дворца на персидском языке означает «8 райских садов». Дворец построен в 15 веке, во времена династии Сифивидов. После реконструкции в 1977 году дворец был награжден премией Агахана в области архитектуры. Ныне вокруг дворца разбит центральный парк, где с удовольствием проводят время горожане, а детвора купаются в большом фонтане перед дворцом. Чехель-Сатун – дворец персидского шаха Аббаса II в городе Исфака. В составе комплекса «Персидские сады» входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Чехель-Сатун, также известный как дворец сорока колонн, бывшая резиденция шаха Аббаса II, расположенная посреди красивого парка. Дворец был построен в 17 веке и служил для торжественных приемов иностранных послов и дипломатов. Чехель-Сатун переводится с персидского как «сорг колонн». И хотя колонн во дворце на самом деле 20, недостающие можно увидеть в отражении на воде, если посмотреть на чехель-Сатун со стороны озера. Кстати, наличие колонн на крыльце – это интересная деталь до исламской архитектуры, страны периода Ахименидов. Для создания таких восьмиугольных колонн использовали лишь цельные стволы кедров. Элегантный дворец находится посреди великолепного сада, который разбил еще шах Аббас I. Чехель-Сатун славится своими фресками, которых внутри дворца превеликое множество. Рисунки изображают повседневный быт дворцовой жизни, охотничьи и сценки и крупные сражения, в которых участвовал шах. Цветовая палитра выполнена в красных, синих, зеленых и золотых тонах. Для росписи использовалось настоящее золото, и именно поэтому сцены выглядят так красиво и богато. Стоит отметить, что на украшение ушло несколько килограммов драгоценного металла. Также в залах дворца присутствует много традиционных полотен с портретами иностранных послов и из фаханской аристократии. Среди прочих экспонатов дворца-музея можно отметить богатую коллекцию ковров, керамики и фарфоровых изделий, относящихся к эпохе сефевидов. Чехель-Сатун – одно из красивейших зданий во всем городе и пользуется огромным успехом у туристов. Продолжение следует... Площадь Имама – центральная площадь города Исфахан. Из-за своей древности признана важным историческим памятником и включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Современный вид площади сформировался в конце 16 века, когда Шах Аббас I выбрал Исфахан столицей своей империи и дал указания об активной застройке исторического центра города. Площадь Имама имеет солидные размеры. Ее длина составляет 560 метров, а ширина – 165 метров. Со всех четырех сторон площадь плотно окружена старинными зданиями и памятниками архитектуры. На юге площадь венчает мечеть Имама, на западе – дворец Алигапур, с востока – мечеть шейха Литфалы, а на севере расположен Большой базар – самый крупный рынок региона. Большие размеры площади позволяют использовать ее как спортивное поле. В прежние времена здесь проводились соревнования по конному полу, с тех пор ставшие частым сюжетом иранских миниатюр. Сейчас площадь застроена фонтанами, и со времен исламской революции используются мусульманами для прятничной молитвы. В будние дни на площади Имама установлены торговые ряды. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Прогулка по Исфахану в 40-градусную жару неименуемая приводит к тому, что любая взятая с собой емкость с водой иссякает. Поэтому я присмотрел себе кувшинчик на колесиках, который содержит практически неисчерпаемый запас воды. Мечети Мама Внутреннее помещение Мечети оформлено вязью, мозаикой, орнаментом и рисунками. Двери Мечети покрыты серебром и золотом. Общая площадь Имама составляет 20 тысяч квадратных метров. Высота ее главного купола достигает 52, а высота миниоретов 42 метров. Субтитры добавил DimaTorzok Фишкой данной мечети является ярко выраженный акустический эффект. Стоя в центре мечети, специально отмеченном для этого месте камнем, можно услышать свой голос, разносящийся по всей мечети и поднимающийся к ее куполу. Вот как сейчас. Раз. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз. 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 Продолжение следует...